Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Я ждал вас сегодня. Уверен, что вы узнаете много нового из Слова Божьего. Мы изучаем то, что Библия называет «последним временем», в частности, как распознать признаки того или иного времени. С самого начала времен люди интересовались будущим. Читая 24 главу Евангелия от Матфея, мы находим, что ученики также спрашивали Иисуса о признаках времени, а именно о том, как нам узнать, что мы живем в последние дни эпохи. Разговор Иисуса и учеников происходил в период, когда мир был оккупирован римскими военными силами. Израильский народ особенно устал от этого гнета и мечтал о светлом будущем. Люди хотели знать, когда все это кончится. Как нам узнать, когда спадет политический кризис? Когда Мессия установит Свои царства? Откуда нам узнать, когда Он придет? Как мы поймем, что наступил конец эпохи? Жители Римской империи, в частности, израильтяне, задавались подобными вопросами о признаках времен. Поэтому, когда Иисус находился со Своими учениками на горе Илеонской, ученики сказали, «Господь, мы хотим задать Тебе несколько вопросов наедине». И они начали разговаривать с Иисусом о событиях последнего времени. Интересно, что эти же вопросы люди задают сегодня. Мы видим, что происходит в сфере политики, в экономике, с границами стран, с иммиграционными процессами, с Израилем. Столько различных событий в мире. А люди спрашивают, «Как нам точно узнать, что все эти события указывают на наступление конца эпохи, и Христос скоро вернется?» Нет более подходящего гургейского отрывка для поиска ответов, чем 24 глава Евангелия от Матфея, где сам Иисус отвечает на эти вопросы. Сегодня мы снова начнем с 3 стиха. Матфея 24.3. Если вы не видели прошлую программу, найдите ее в архиве на нашем веб-сайте, потому что она насыщена информацией, на повторение которой у нас нет сегодня времени. Мы просто очень быстро рассмотрим 3 стих и продолжим изучение. Матфея 24.3. Библия говорит, «Когда же сидел Он на горе Илеонской, то приступили к Нему ученики наедине». Итак, мы знаем, что это была приватная беседа Иисуса с учениками. И спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Я сделаю быстрый обзор этого стиха, поскольку он является ключевым для всей 24 главы. Во-первых, ученики спросили, когда это будет. В прошлой программе мы разобрали, что слово «когда» — это греческое слово «поте», использующееся, когда кто-то желает узнать точно время того или иного события. Это не вопрос общего характера человека, пытающегося получить поверхностные сведения. Ученики спрашивали очень конкретно, «Когда?» Мы хотим точно знать, когда все эти события последнего времени произойдут. Во-вторых, ученики спросили, «Какой признак твоего пришествия?» Слово «какой» — это греческое слово «ти». Оно выражает заинтересованность в мельчайших подробностях. Заданный вопрос недвусмысленно говорит нам о том, что учеников интересовали конкретные детали. Им была нужна максимально подробная информация. Господь опишет нам во всех подробностях. Мы хотим знать, какие именно будут знамения, когда они произойдут, что именно мы увидим. Они используют греческое слово «ти», вопрошая самых мельчайших подробностей. Итак, в первую очередь они спросили, когда конкретно все это произойдет, что конкретно мы увидим. Особенно их интересовало, каким будет признак пришествия Господа. Мы увидим, что Иисус поведает о целом ряде знамений. Впрочем, ученики этого еще не знали. Беседы с Иисусом, они попросили рассказать о хотя бы одном признаке. Признак — это греческое слово «семя», которое также используется для обозначения дорожных знаков, тех самых знаков, которые вы встречаете на своем пути, и которые сообщают вам ваше местоположение. И чем ближе вы к своему пункту назначения, то расстояние в милях или километрах на дорожных знаках, конечно же, уменьшается. Знаки позволяют вам определять, где вы находитесь на своем пути. Именно это слово используется здесь. Ученики фактически спросили, какие дорожные указатели на пророческом пути помогут нам понять, где мы находимся в нашем путешествии к концу времен. Это был очень конкретный вопрос. «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Греческое слово «синтелиос». Образовано от греческого «телиос» — нечто, достигшее зрелости или завершенности, с префиксом «син». Это слово приобретает значение закрытия чего-либо. Это не просто что-то, достигшее зрелого возраста, но нечто, закончившееся. То, чему подведен итог. Что-то закрытое, завершенное, не имеющее дальнейшего продолжения. Это самый конец. И об этом спрашивают ученики. «Господь, скажи нам, когда все это произойдет? Какие явные знаки мы увидим на пророческом пути?» Указатели, которые привлекут наше внимание и сообщат, что мы приблизились к финалу, итогу всего, что мы в самом конце, завершающей стадии эпохи. В некоторых переводах приводится фраза «конец света», но это неверно. Слово «мир» или «свет» по-гречески «геос», и имеет значение «планета». Но наша планета, наш мир, не перестанут существовать. Поэтому такой перевод неверен. Здесь использовано другое греческое слово. Это не «геос», не «планета» и не «физическая земля», а слово «айонис». Этот термин имеет значение «эпоха». В некоторых английских переводах в Библии этот стих дан корректно. Какой признак того, что мы в конце века или эпохи? У каждой эпохи есть определенное начало и определенный финал. Например, мы живем в период, называемый «последними днями». Иногда его называют «веком благодати», иногда люди зовут его «веком церкви». Но, как у каждой эпохи, у всего есть конкретное начало и будет определенный конец. В истории человечества были различные эры. Мы с вами находимся в периоде, который называется «последние дни». Мы знаем момент его начала с точностью до часа. Библия говорит нам об этом в «деяниях апостолов». Во 2 главе стихи 17 и 18. Когда излился Святой Дух, Петр начал пророчествовать. Он сказал, «Последние дни залью от Духа Моего на всякую плоть». Итак, день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на людей, стал своего рода пусковым механизмом, благодаря которому открылась дверь в век церкви. Со дня Пятидесятницы и по настоящее время люди живут в периоде, называемом «веком церкви» или «веком благодати». Некоторые называют его «последними днями». Эти две тысячи лет — конкретная эпоха, у которой есть определенная точка отсчета, день Пятидесятницы. И будет вполне конкретный финал, когда Господь вернется за церковью, когда церковь будет эвакуирована с планеты Земля. Эта эпоха завершится, и начнется следующая. Ее Библия называет «семилетним периодом скорби». Век, в котором мы живем, подходит к концу. Ученики спрашивали о конце именно этого века. Когда он закончится? Когда завершится эпоха, в которой мы живем? Когда наступит ее финал? Вот о чем они спрашивали Иисуса. Иисус ответил на этот вопрос и рассказал им о многих знамениях. Но начинает он в четвертом стихе, который мы разобрали в нашей прошлой программе. Он начал с предупреждения. «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас». Слово «берегитесь» — это греческое слово «блепо». Оно означает «смотрите, смотрите». И произносится очень выразительно. Иисус хотел встряхнуть и отрезвить слушателей. Он стремился привлечь всех их внимание, чтобы в начале четвертого стиха сообщить им о предзнаменовании, которое я называю основным, ключевым, первоочередным знамением, информирующим нас о том, что мы находимся в самом конце этого века. Что это за знамение? Обольщение. Иисус говорит «смотрите, берегитесь, внимательно смотрите, слушайте, что я говорю. Вы поймете, что живете в самые последние дни этого века, когда увидите обольщение по всему миру». Слово «прельстить» в четвертом стихе по-гречески — «планао». Оно имеет значение нравственного обольщения. Я бы назвал это нравственным смятением, состоянием людей, отошедших от нравственных устоев. Кроме того, это слово использовалось во времена Нового Завета в светской литературе, чтобы описать человека, некогда держащегося твёрдых убеждений, но ушедшего с этого пути, колеблющегося и балансирующего на краю очень опасного обрыва. Такой человек выбрал небезопасную, нестабильную дорогу, путь предательства и измен. При этом акцент делается на уходе нравственных ценностей. Мы видим, что по всей земле происходит то, о чём говорил Иисус. Вы поймите, что живёте в конце времён, когда люди начнут отходить от библейских принципов и благочестивого рассудительного образа жизни. Принципы и нравственные ценности, на основании которых люди некогда строили всё своё существование, станут им чуждыми. Люди оставят твёрдый фундамент и будут стремиться стать толерантными и открытыми к новым веяниям, начнут сворачивать с истинного пути, а общество в целом изберёт новый курс. Иисус называет это прельщением. Слово «прельстить» в частности связано с нравственным обольщением, уходом от нравственных ценностей, путаницей в нравственной сфере. Во втором послании к Исалоникийцам, 2.11, мы читали о том, что апостол Павел также обращается к этой теме. Он использует слово «заблуждение», то же греческое слово «планао», переведено здесь как «заблуждение», непонимание нравственных ценностей, которое будет царить в умах людей в конце времён. Мы также разобрали ранее, что современное общество сбилось с пути, а моральные решения считают высоконравственными. Люди настолько запутались, что даже не знают, какого они пола. Мужчины считают себя женщинами, женщины считают себя мужчинами. Нравственные ценности попираются. К сожалению, все, от сферы развлечений до судебной власти, поддерживают нравственное разложение, соглашаются с тем, что люди имеют право на нравственный упадок, вместо того, чтобы помогать им выбраться из него. Деградация морали имеет место даже в судах, в образовательной системе, в кино, в театре. Она повсюду. Она старается охватить всю землю. Это всемирное заблуждение или обольщение, о котором пророчествовал Иисус, в Евангелии от Матфея 24,4, указывая на него как на первый и главный сигнал того, что мы вступили в конец эпохи. Об этом говорил Иисус. Я думаю, вы тоже наблюдаете все это сегодня. Далее Иисус продолжает в пятом стихе. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прелестят». Иисус пророчествует, что повсеместное заблуждение попытается, я не говорю, что попытки увенчают с успехом, но оно попытается проникнуть даже в церковь. Об этом говорится в пятом стихе. «Ибо многие придут под именем Моим». Предлог «под» — это греческое слово «эпи», означающее «на основании». «Они придут на основании имени Моего». Это значит, что они будут использовать силу Моего имени. Они придут, прикрываясь Моей репутацией, заявляя, что принадлежат Мне, говоря «Я Христос». «Следуйте за Мной, ибо Я помазанник». Вот что значит слово «Христос». Эти люди будут хвалиться сверхпомазанием, вдохновением свыше, способностью учить так, как не может никто другой. И у них будут последователи. Но Иисус сказал, что такая категория людей не будет нести истину. Они прельстят многих. Об этом говорится в пятом стихе. Слово «прельстить» говорит о том, чему эта категория лжелидеров будет учить и о чем проповедовать. Мы снова встречаем греческое слово «планау» — «нравственное разложение», отказ от нравственных ценностей или непонимание нравственных стандартов. Итак, эти люди, стоящие за церковной кафедрой или выступающие публично, вместо проповеди, проверенной временем, истины Священного Писания и библейских принципов, на которых мы можем строить свою жизнь, будут увлекать своих слушателей, уводя их от четкого и понятного учения Священного Писания, от библейского фундамента, от прочного основания, на котором они строили свою жизнь. Людей будут поощрять становиться более непредвзятыми, открытыми, терпимыми к другим людям и их поведению. В результате даже в церквях будет проявляться нравственная деградация, заблуждение в сфере морали или непонимание нравственных стандартов. Именно об этом говорится в пятом стихе. В прошлой программе мы убедились, что апостол Павел подтверждает это в первом послании к Тимофею 4.1, говоря, что в последние времена отступят некоторые от веры. Слово «вера» в греческом тексте сопровождается определенным артиклем, означая, что речь идет не о вере в чудеса, исцелении, финансе или что-либо еще, а об определенной вере в чистое здравое учение. Люди отступят от библейских постулатов. Вот что апостол Павел сказал под водительством Святого Духа в первом послании к Тимофею 4.1. Здесь не говорится о том, что люди отвергнут Библию. Здесь сказано, что люди отступят от веры. Слово «отступить» буквально означает «медленно отдаляться от», «увлечься чем-либо и отойти». Итак, в конце времен, заблуждение, царящее в мире, толерантность в мире, принятие всего и вся в мире, попытаются проникнуть в церковь. При этом люди, занимающие заметные руководящие посты, примут это и будут поощрять других, говоря, «Не будьте столь строгими. Не надо упорствовать. Следует быть более открытыми». Возможно, наша интерпретация Писании была неверной. Возможно, все следует понимать иначе. Они изменят свои представления и стандарты отступят от веры. Апостол Павел ясно говорит, что все это — результат деятельности духов-обольстителей и учений бесовских. Информации много. Но послушайте, что Иисус говорит дальше в 6 стихе, Матфея 24,6. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец». В этом стихе Иисус рассказывает о грядущих катастрофических событиях по всему миру, которые произойдут в самом конце времен. Здесь говорится, «Услышите о войнах и военных слухах». Во-первых, следует обратить внимание на то, что Иисус говорит «услышите». Не увидите, не лично переживете, но услышите. Благодаря телевидению, средствам массовой информации и интернету, мы постоянно получаем информацию. Наши уши и глаза непрестанно впитывают информацию о происходящих в мире событиях. СМИ создают ощущение близости этих событий. Иисус предупредил, что в конце эпохи «Вы услышите о войнах и военных слухах». «Слышать» — это греческое слово «акойо». Очень важно, потому что оно означает «ухо». Следовательно, этот стих можно перевести следующим образом. «В последнее время ваши уши будут наполнены информацией». Кто-то даже перевел это так. «В ваших ушах будет стоять звон от звуков войны». И хотя своими глазами вы ее не увидите, вы будете завалены сообщениями о войнах, которые гремят по всей Земле. Слово «война» — это греческое слово «полемос». Оно может означать широкие военные действия, локальную войну или вооруженное столкновение. И действительно, сегодня одновременно случается больше столкновений и конфликтов по всему земному шару, чем когда-либо в истории человечества. Если включить телевизор, то можно регулярно услышать об этом. Иисус сказал, что в конце времен уши представителей последнего поколения будут наполнены информацией о войнах и военных слухах. Но это еще не все. В Евангелии от Луки, в 21 главе, в 9 стихе, евангелист Лука добавляет еще одно слово, сказанное Иисусом, и это очень важно. В Евангелии от Луки, 21-9, употреблено слово «сметение». Что оно означает? 9 стих 21 главы звучит так. «Когда же услышите о войнах и смятениях?» Далее Лука пишет. «Не ужасайтесь». Разберем сначала слово «сметение». По-гречески это «акатастасиас». Оно означает «переворот» или «революция». «Переворот» или «революция». В наше время, в эти дни, в конце нашей эпохи, по всему лицу планеты происходят путчи, перевороты, оранжевая революция, арабская весна. Библия называет это «сметениями», волнениями локального характера, переворотами, революциями. Иисус сказал, что мы услышим о них. Повторю, «слышать» по-гречески «акойо», что также означает «ухо». Наши уши будут буквально наполнены информацией о полемос, о вооруженных столкновениях, военных конфликтах, полномасштабных войнах. И не только о них, но и о смятениях, локальных волнениях, переворотах, революциях. Далее Иисус говорит в 9 стихе 21 главы Евангелия от Луки. «Не ужасайтесь». Слово «ужасаться» в греческом языке имеет тот же корень, что и слово «терроризм». Частица «не» перед этим глаголом означает «не быть под влиянием в течение определенного отрезка времени» и описывает нечто, что появляется постепенно. Представьте себе людей по всему миру, уши которых изо дня в день воспринимают информацию, которая в течение определенного времени постепенно начинает воздействовать на их жизнь. Образ мышления, маршруты поездок, пока эти люди не начнут ужасаться, страшиться от террористических актов. В новозаветные времена существовал терроризм. Поднимались бунты против римской власти, и никто не знал, где может произойти очередной теракт. Теракты заставляли людей пребывать в страхе. Они лишали их покоя и сеяли панику, потому что жители не знали, когда и где произойдет теракт, кого нужно подозревать. В этом вся суть террористических актов. Иисус же сказал, «Не ужасайтесь». Кто-то перевел эту фразу так, «Не будьте терроризируемыми». Иисус начинает описание того, что произойдет в самом конце эпохи. Итак, в четвертом стихе говорится о том, что в конце времен наступит повсеместное заблуждение, всемирное обольщение. Из пятого стиха мы узнаем, что обольщение попытается проникнуть в церковь. Если проповедники и прихожане будут придерживаться Слова Божьего, то они предотвратят проникновение этой пагубы в церковь. В шестом стихе сказано, что в дополнение к всемирному обольщению, которое попытается поразить и церковь, в мир придут войны. Информационные каналы будут полны новостей о конфликтах, столкновениях, путчах, переворотах, революциях, беспорядках и, по словам Луки, даже о террористических актах. Кроме этого, Лука говорит нечто важное. «Но не тотчас конец. Вы услышите о войнах, военных слухах, переворотах, вооруженных конфликтах, беспорядках, волнениях и даже терактах. Но это не значит, что конец близок. В греческом оригинале это звучит так. Все это не значит, что конец наступит сразу же после этого. Эти знамения являются признаками последних дней. Они не будут наиболее важными знаками, но им надлежит быть». Снова прочитаем 6 стих 24 главы Евангелия от Матфея. «Также услышите о войнах и о военных слухах». Греческое слово «акойя» — поток устной информации о войнах. «Смотрите, не ужасайтесь». Очень важное повеление. Это отрицательная конструкция, выражающая запрет. Иисус не просит нас постараться, не волноваться. Он говорит «смотрите, не ужасайтесь». Примите решение. Вы не будете сбиты с толку. Вы не испугаетесь. Вас не будут терроризировать. Вы не поддадитесь страху, который попытается захлестнуть весь мир в конце времен. Я совершаю много международных поездок и часто сталкиваюсь с уведомлениями, предупреждениями о террористической угрозе. В аэропортах досматривают ваши вещи. Люди пребывают в настороженном состоянии. По всему миру мы сталкиваемся с тем, насколько ужасен терроризм. Иисус предупредил нас в этих стихах, что все это будет признаками конца эпохи. Он сказал «не поддавайтесь страху, не давайте ему место, не бойтесь, не пугайтесь, не поддавайтесь панике, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». Слово «конец» — это греческое слово «телос», означает, что вы еще не достигли финала, не подошли к завершению, это еще не конец. В седьмом стихе Иисус говорит «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это — начало болезней. В следующей передаче мы изучим стих седьмой. Что означает фраза «восстанет народ на народ и царство на царство»? Что Библия имеет в виду, говоря «будут глады и моры, землетрясения по местам»? Это очень важный стих. Далее Иисус говорит, что это — начало болезней. Слово «болезнь» в греческом тексте используется также для описания состояния женщины, который испытывает схватки, готовясь родить ребенка. Согласно словам Иисуса, подобно схваткам, что становится все сильнее и чаще с приближением родов, земля, общество, человечество в целом будут наблюдать эти знамения, как предродовые боли, которые станут все более частыми и сильными, буквально накладываясь друг на друга. Иисус предупреждает. Когда мы увидим, как учащаются эти знамения, для нас это будет знаком того, что очень скоро грядет рождение, рождение другой эпохи, когда завершится наш век. Все это описано в 24 главе Евангелия от Матфея, и мы лишь в начале ее изучения. Впрочем, время сегодняшней программы подошло к концу. Хочу напомнить вам, что если вы нуждаетесь в молитве, мы послужим вам, мы ждем сообщения от вас, мы верим в силу молитвы в нашем служении. Когда люди обращаются к нам, мы серьезно подходим к молитве за их нужды. И в заключении напоминаю вам о том, что говорится в книге Экклисиаста, в 8 главе, в 4 стихе, «Где слово царя, там власть». Пусть сила Слова Божьего и зальется на вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Библия называет время, в котором мы живем, последним. Существует знамение, которое указывает нам на скорое возвращение Иисуса на землю. Второе пришествие Христа является событием, вызывающим множество вопросов. Когда вернется Иисус? Почему нужно быть готовым к этому? Что укажет нам на скорое возвращение Господа? Какие знамения Его возвращения мы наблюдаем сегодня? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге Рика Реннера «Знамение второго пришествия Господа Иисуса Христа». Ценные знания помогут вам укрепиться в вере и с радостью ожидать это великое событие. Скачайте электронную книгу бесплатно на сайте ignc.org. Миссия Московской Церкви «Благая Весть» Проповедь Евангелия Иисуса Христа всеми возможными средствами максимальному числу людей. Наша задача – приложить все усилия, использовать все современные технические и коммуникационные возможности, чтобы как можно больше людей узнали о Боге, о Его любви и милости. Один из способов поделиться евангельской вестью и донести до людей Божье Слово – это различные специальные программы. В здании нашей Церкви проходят мюзиклы, концерты, семинары, конференции, праздничные и просветительские мероприятия. Среди последних программ, организованных Церкви, детский рождественский праздник, который в начале января посетило более тысячи человек. Мюзикл «Все ради любви» или «Спасти рядового клоуна», зрителями которого стали около пяти сотен человек. В этом мюзикле мы показали о любви Христа, мы показали христианские ценности, мы показали о милости Божией. И было 500 человек, детей, которые никогда не слышали благую весть. И после этого зал читал молитву покаяния. Я благодарна Богу, что мы можем с нашими детьми выступать, нести любовь, нести радость, показывать христианские ценности. Только так мы сможем распространять Евангелие и передать эту веру, эту любовь нашим детям и подросткам. Концерт «Песни военных лет», на который пришли 800 человек, среди которых было много ветеранов Великой Отечественной войны. Постоянно два раза в месяц приходят люди, которые, может быть, не ходят в церковь, но никто, я не думаю, в Москве не делает вот таких бесплатных концертов два раза в месяц, а мы их делаем. И людям интересно изучать Библию, они остаются после этих концертов на библейские уроки. Они могут уйти домой, но им не хочется идти домой, они видят, что мы их любим, они остаются узнавать Библию, и на уроке остаются по 400, по 500 человек. Мы благодарны команде Церкви за труд, а партнерам служения за молитвенную и финансовую поддержку. Благодаря вам тысячи людей узнают об Иисусе Христе. Лучшая награда для нас — видеть, как евангельская весть наполняет сердца людей миром и любовью, и мы рады разделить эту награду вместе с вами. Если вы хотите своими финансами участвовать в евангелизационных и социальных проектах служения и вместе с нами помогать людям, то мы приглашаем вас стать партнером служения пастора Рика Реннера. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org в раздел «О партнерстве», где вы найдете всю подробную информацию. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова